Ожидали ли вы, что будет хотя бы в первой половине такая упорная борьба, в общем-то счет был почти рано со временем? Ну, конечно, мы ожидали. Одесса хорошая команда, укомплектована, они хорошо играют. Мы понимаем прекрасно, что дома они не собираются сдаваться, рассчитывали, что будет борьба. В принципе, все, как ожидали. Как вы думаете, что во второй половине игры помогло вам почти до 30 очков увеличить отрывок? Я думаю, прежде всего, защита наша. Мы агрессивно защищались, это нам помогло. Ваша команда новобранец, чемпионат только образовалась, наверное, есть мечта сразу стать чемпионом? Ну, естественно, у нас максимальные цели, задачи. Наверное, каждый, кто играет в баскетбол, хочет стать чемпионом. Иначе смысл тогда заниматься и тренироваться. Ваш комментарий игры, как развивался этот событий? Ну, я скажу, что игра, на мой взгляд, была интересная. И счет не совсем соответствует тому накалу страсти, который был на площадке. Команда Одессы, мы не забываем, что чемпионы и обладательницы кубка прошлого сезона. Команда очень сильная и очень хороший конкурент. Они это подтвердили. В первой половине играли очень хорошо. Во второй половине немножко мы сменили форму защиты. Они провалились и просто уже не смогли восстановить и очковый баланс. И я думаю, что мы их психологически немножко подломили, когда оторвались на 15 очков. Не было недооценки в начале игры? С нашей стороны не было недооценки. Мы настраиваемся всегда. Я настраиваю игроков на всех соперников. Команда Одессы, такая команда, на которую особо игроков настраивать не надо. Это команда чемпион. Это команда, которую любой соперник хочет обыграть. И в этом смысле не надо дополнительных каких-то мотиваторов. Ваша команда теперь единоличная, ведет чемпионата. Надеетесь ли вы уже до конца регулярной части, естественно, дальше. Никто не знает, что будет. Но до конца регулярной части остаться в лидерах. Я не знаю. Мы будем стараться выигрывать каждую отдельную игру. Результат мы увидим только в окончании третьего круга. Еще у нас есть игра с Тинскуфом в третьем круге. Тоже один наш прямой конкурент за медали, на мой взгляд. Будем настраиваться на каждого соперника. Не имеет значения. Самое страшное – недооценить соперник. Если, конечно, не секрет, многие команды в плей-офф усиливаются у вас. Есть еще какие-то планы по усилению или уже? Не могу сказать на 100%. Знаю, что если будет возможность усилиться, мы усилимся. Если такой возможности не будет, не будет такого игрока, который нам нужен именно в составу, значит, мы не будем этого делать. Тут немножко все связано и с финансами, и связано с целесообразностью и со здравым смыслом. То есть, если брать игрока, то я бы, например, брал бы с удовольствием украинского игрока, но такого, который мог бы усилить нашу команду. Может, хотите что-то сами еще добавить в комментарии? Не знаю. Что-то специальное говорить. Не знаю. Рад в очередной раз побывать в Одессе. Индеса для меня... Болеющие игр? Болели, естественно, против вас? Еще ничего подобного. Никогда болельщики не болеют против меня. Я играл два сезона в Одессе. Вы знаете, прекрасно это. У меня хорошее отношение с болельщиками и с фанами здесь. Хороший город Одесса. Мне всегда нравилось и всегда здесь люблю бывать. И раз, что для нашей сборной он был счастливым городом, мы здесь обеспечили себе путевку и выход на финальную часть чемпионата Европы. Вот хочу поблагодарить всех болельщиков. Ходите на баскетбол, поддерживайте команду свою. И украинский баскетбол, и женский баскетбол в том числе. Мы в этом реально нуждаемся. Вашей поддержке. Спасибо. Ваш комментарий. Ну, хочу сказать, что мы очень хотели выиграть, боролись, но допустили много ошибок. В начале третьей десяти минутки команда прессинга начала играть. Хотя мы, в общем-то, и разбирали, и игроки знали, что нужно делать. Но допустили много ошибок. Пошла разница в счете. И, конечно, команда авангарда получила преимущество. Они стали увереннее атаковать. Сразу пошли попадания с дальней дистанции. Ну, к сожалению, мы сегодня некоторые игроки не сыграли свою игру. То есть свободные мячи, которые обычно забивают, у нас сегодня они не пошли. Ну, девчонки старались. Что я могу сказать? Что будем учиться. У нас еще не последняя игра с авангардом. Так что постараемся в следующих играх порадовать наших болельщиков. Сейчас у вас опять напряженные графики. Каждый раз практически, как мы беседуем у вас, напряженные графики. Сейчас две игры в Балтийской лиге. Потом вернетесь и сразу в Тинскуф. Да, у нас получается так. Немножко тяжеловато будет. Конечно, и хочется поберечь основных игроков. Но еще молодежь, которая подрастает, еще не совсем готова. Лиза Митина еще не восстановилась у нас. Хотя она уже была где-то, ну, уже могла помогать команде. И на нее рассчитывала в этом году. У нас тяжело будет, потому что мы приезжаем через пару дней у Тинскуф. Потом мы опять уезжаем в Польшу. Приезжаем, и у нас выезд в Винницу. И так у нас в февраль, март. Получается очень тяжелый, практически тренировочный процесс будет очень минимальный. Поэтому надо будет девчонок восстанавливать и готовить к играм. Ну, я так понимаю, что молодежь пока вот к таким матчам еще не готова. Ну, да. И, в общем-то, не только молодежь, но многие. Ну, соперник сильный. В общем-то, сильный соперник. И я думаю, что если бы не начало третьей десяти минутки, игра бы сложилась по-другому. Можно сказать, что не хватило все-таки скамейки и не хватило, соответственно, сил? Потому что первую половину проверили. Хорошо? Ну, скамейки, конечно же, в общем-то, в первую очередь. Потому что, в общем-то, ротация должна быть. Игроки авангарда имели замены, отдыхали. В общем-то, выходили на площадку практически равноценные игроки. Вот, хотя я хочу сказать, что не все. То есть, там ряд игроков так и минуту-две поиграли всего, когда уже разница была большая. Но у нас, к сожалению... Ну, вот я, может быть, допустила тоже ошибку. Потому что надо было больше дать играть Марии Ковтун. Вот, и это я, конечно, учту на будущее. Вот, так что посмотрим. Сегодня, наверное, было самое большое количество зрителей на женском чемпионате Украины. Как вам реакция зала, поддержка? Пришли многие с детьми, со всем маленькими. Ну, это очень-очень приятно. Я знаю, что в Одессе любят баскетбол, любят женский баскетбол. В общем-то, вот то, что чемпионат... В чемпионате появились команды «Авангард», появилась... Ну, а восстановила команду «Тимсков». Вот, «Динамо» взяли легионера в двухамериканах. «Винница» добавляет с каждым годом. Ну, вот с этими соперниками, конечно, болельщики приходят и получают удовольствие. Ну, конечно, они болеют за нас. Они хотят, чтобы мы выиграли. Но не всегда получается. Это очень приятно, что, наконец-то, мы играем на краяне. И приходит довольно-таки много. Сегодня пришло болельщиков. Огромное им спасибо. И вам спасибо.